Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Закон был принят 7 июня 2017 года. Он называется «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». Самое главное, что основное в этом законе, во-первых, введена в статью 110 Уголовного кодекса РФ вторая часть. Статья 110 у нас говорит о доведении до самоубийства. Доведение до самоубийства или покушение на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Данная часть была и ранее. Но введена вторая часть. То есть вторая часть говорит о том, что законодатель усиливает ответственность за доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего, в отношении человека, находящегося в беспомощном состоянии, в отношении двух и более лиц. Законодатель также ужесточает ответственность за доведение до самоубийства организованной группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. И самое главное, законодатель говорит, что доведение до самоубийства в публичном выступлении, в средствах массовой информации и также в системе интернета, также наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Реальное? Реальное лишение свободы, реальный срок. Вот в этой второй части, где ужесточена ответственность по сравнению с первой частью. Есть доведение до самоубийства, есть еще и склонение к самоубийству. Вот давайте расскажем о разнице в этих двух терминах, чтобы уточнить. И наказание за это ведь тоже разное. Данным законом от 7 июня введена в уголовный кодекс новая статья 110.1. Она называется склонение к совершению самоубийства или содействие к совершению самоубийства. Но доведение до самоубийства, я уже говорила, это угрозы, жестокие обращения, систематическое унижение человеческого достоинства. Склонение – это действие, которое обвиняемый совершает путем уговоров, предложений, обмана или иным способом, если нет признаков доведения до самоубийства, то есть признаков статьи 110. Также в этой статье, как и в статье 110, введена часть 2, где уже ужесточается ответственность, как я уже говорила, за склонение к самоубийству несовершеннолетнего человека, находящегося в беспомощном состоянии. И также за склонение к самоубийству, за данное склонение, если оно проявляется в сети интернет и в средствах массовой информации. – Лишение свободы на срок до 4 лет. – То поменьше, чем до доведения. – Да, до доведения. Склонение – это поменьше. На срок до 4 лет. Это новая статья, она принята только 7 июня 2017 года. – Можно ли условно сказать, что доведение до самоубийства – это действительно, когда человек самоубийство совершил, а склонение, когда может быть нет, когда он успел остановиться? – Да, условно так можно сказать. – Так и есть. – Еще важная вещь, опять-таки, те же самые группы смерти. Вот, наверное, самое обсуждаемое, что вообще есть в этом законе и самое, наверное, обсуждаемое вообще в обществе, учитывая последние публикации в СМИ, учитывая тот резонанс, который был в соцсетях. Вот если говорить о группах смерти как-то отдельно, они прописаны в законе? – Да, введена новая статья 110.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она называется «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». То есть первые две статьи – это самоубийство, потом склонение. Это уже мы говорим о конкретном человеке, о конкретной какой-то личности. То есть кого-то склоняет или доводит до самоубийства. Организация деятельности, тут закон говорит уже о том, что какие-то лица или группа лиц организует деятельность, направленная на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. Данная деятельность наказывается лишением свободы до 4 лет, но есть и часть вторая – это квалифицированный, более тяжкий состав. Это, опять же, организация деятельности, то есть это, опять же, призывы, которые у нас отражены в сети интернет. Это уже более тяжкий состав и наказывается лишением свободы до 6 лет. Причем наказание, надо отметить, еще дополнительное, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. То есть тут предполагается, что конкретные люди, которые создают какие-то группы, им еще и будет запрещено заниматься какой-то определенной деятельностью. – Вот такой тоже немаловажный вопрос. Группы смерти, в них много членов, соответственно, а то они и группы, и соцсети, это лишь увеличивает аудиторию. Если было несколько случаев самоубийства, попыток самоубийства, вот это все будет приплюсовываться друг к другу в суде, и наказание, соответственно, будет увеличиваться, арифметически получается, или нет? Или вот группа смерти есть, и за нее определенное наказание только заодно? – Нет, тут будет конкретно, если в суде, если будет возбуждено уголовное дело, тут будет конкретно квалифицироваться и расследоваться каждый факт. Каждый факт, то есть каждое действие, оно должно квалифицироваться по определенной статье. За каждую статью дается отдельное наказание, а потом уже в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Уголовным кодексом, идет сложение данных наказаний. И судья уже выносит общую меру наказания. – То есть теоретически, вот именно наказание для организаторов групп смерти, так называемых, одно является наиболее тяжким, ну, возможно, по крайней мере, потому что, ну, вот по тем предыдущим случаям и доведение, и склонение к самоубийству, это все-таки, ну, единичные случаи, скорее всего, предполагаются. А здесь уже массовость, и можно большой срок набрать. – Да, уже наиболее тяжким является. – Важная вещь, вот так называемый, у нас вот даже в Казани недавно случай был, на Амите, на станции метро, там парень с девушкой залезли на крышу вагона, и вот молодой человек получил ожоги, он скончался потом в больнице, потому что задел вот высоковольтные провода. – Да, вот эти случаи, если вдруг выявится, что действительно вы в влиянии соцсетей в этом случае, насколько реально выявить, по вашему мнению, организаторов групп смерти, тем более, если это, ну, вот, может быть, местный какой-то, или, в принципе, это, скорее всего, где-то в Москве человек сидит в большей степени, характерно так, какая картина? – Ну, как выявлять вот эти, вот эти группы, или смерти, или которые призывают к каким-то действиям, которые совершают опасность для жизни, тут законодатель тоже принял изменение в закон об информации, информационных технологиях, тоже, кстати, от 7 июня, законодатель обязывает Роскомптадзора или операторов, он обязывает для того, чтобы они, если обнаружат такую группу, то есть группу в сети интернет, то они обязаны обратиться в органы внутренних дел, в органы внутренних дел с заявлением о том, чтобы органы внутренних дел провели процессуальную проверку в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и процессуальная проверка сказала бы, есть состав преступления, нужно возбуждать уголовное дело или нет состава преступления. То есть сейчас это уже обязывает закон, конкретно 7 июня обязывает, входит эту функцию Роскомнадзора. – Роскомнадзор должен обратиться в МВД, МВД уже проводит проверку и решает возбуждать, а Роскомнадзор должен направлять какие-то первичные материалы. – У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы с нами, вы в эфире. – Алло? – Да, говорите. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Вот я смотрю в передачу, да? В СИЗО вот это самое, сколько людей вешаются, их доводят до такого состояния, устрашают, угрожают. У меня сын тоже хотел повеситься. Его это самое спасли вроде. Живой он. Ну, на них это относится? Нет? Распространяется на этих людей. Спасибо. – Спасибо. Ну, как раз конкретный случай, да? – Ну, если человек хотел покончить жизнь самоубийством, каждый факт смерти, каждое покушение, опять же, проводится процессуальная проверка. Что такое процессуальная проверка? Это опрашиваются соседи, родственники, друзья, знакомые. Это, может быть, запрашивается медицинская карта. Болел, например, не болел человек. То есть изучается его образ жизни. И, исходя из этого, уже делают вывод. Кто-то запугал, кто-то угрожал, кто-то шантажировал, исходя из этого. И если такие факты есть, то уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, если, предположим, органы МВД провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела, то, и если родственники не согласны с этим, то данное постановление можно обжаловать как и в органы МВД, как и в прокуратуру, так и в суд. А вот если говорить по конкретным случаям. Вот в Татарстане, по крайней мере, то, что было в этом, может быть, в прошлом году, позапрошлом, по крайней мере, наиболее резонансное в районах. У нас там был целый цикл, наверное, самоубийств подростков какое-то время. И, в частности, фигурировали такие мотивы, что якобы родители и учителя в школе, например, очень плохо реагировали на неудовлетворительную успеваемость ученика. И тот, соответственно, из-за этого якобы мог покончить с собой. Вот эти случаи подпадают под доведение до самоубийства? Ну, доведение до самоубийства у нас же ведь конкретно в 110-й статье написано путем угроз жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. В данном случае все-таки угроз жестокого обращения не было, но тут уже нужно посмотреть систематическое унижение. Слова, то есть, которые были сказаны. Слова, да, и как эти слова еще трактовал несовершеннолетний. То есть, вот систематическое унижение тут больше подходит. Надо проверять. Но, опять же, нельзя сделать общих выводов. Это каждая конкретно процессуальная проверка по каждому конкретному факту. Ну, и тоже один такой случай, общий, наверное, очень часто встречающийся и который волнует родителей довольно часто. Подросток, опять-таки, школьник. В школе, в классе популярно какое-то мобильное устройство, какой-то телефон последней модели может быть. И у всех он есть, у ребенка нет. Он просит маму, папу, купи, купи родителей. Или денег у них нет. Или, в принципе, у них другая позиция по этому поводу. Говорят, нет, пользуйся тем, что у тебя есть. Ну, подростки люди импульсивные, могут и на самоубийство пойти в этом случае. Будет как-то квалифицироваться это дело, нет? Если все было хорошо, то есть никаких слов, ничего такого. Ну, нет, если нет конкретного, я почему зачитываю статью, потому что данная диспозиция статьи говорит о том, о конкретных действиях. И для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за конкретные действия, мы должны доказать, что вот именно эти действия были. Если не купил человек, родитель не купил телефон, то это не будет ни жестоким обращением, ни систематическим унижением, ни угрозами. То есть это уже вопрос снимается изначально в этом плане? Но проверка все равно, конечно, должна проходить. Она будет в любом случае, она всегда проводится, как проводился ранее. Да, она проводится, да. И еще, по вашей практике, статья о доведении до самоубийства, наверное, сложно доказывается. Насколько в суде удается довести до конца, наказать виновника? Ну нет, сложно. Если дело возбуждено, значит, есть признаки состава преступления. И доказывается, любое преступление доказывается сложное. Просто нужно работать, что делают и следователи, и дознаватели работают. И поэтому нельзя сказать, что сложно доказать, и не привлекут человека к уголовной ответственности. Всегда доказать все можно, нужно только работать. И нет такого, что следователи иногда спешат возбуждить уголовное дело, потому что, кажется, буквально вчера стало известно позавчера о совершившемся факте. И вот статья о доведении до самоубийства подозревают родители, может быть, учителя, буквально через 2-3 дня. Вот бывает такое часто, нет? Если следователи спешат с возбуждением уголовного дела, то ведь следователь, хотя у нас и процессуальное лицо, то есть еще, согласно закону, согласно УПК, есть еще и руководитель следственного органа, который может отменить постановление о возбуждении дела. Есть еще и прокурор, который надзирает за этим, есть еще суд, в котором можно тоже обжаловать постановление о возбуждении дела. То есть следователь тут у нас не единоличный начальник, который захотел, возбудил. Да, он считает, что есть признаки состава, он возбуждает дело, но постановление о возбуждении дела можно также отменить. Вот поэтому, да, часто видишь, что потом в новостях уже не фигурирует этот факт, то есть, видимо, дел уже закрыли, уже считали, что... Ну вот сегодня только вечерний Казань, правда, по другому случаю прочитала, что, не помню, в отношении какого-то чиновника возбудили уголовное дело, а через сутки отменили постановление о возбуждении дела. Ну, это уже, да, известный случай, совсем недавний на самом деле. Как раз-таки прокуратура, кстати говоря, это и сделала. То есть вот есть надзорные органы, которые могут посмотреть, если нет состава преступления, если, например, просто поторопился следователь, поторопился вынести постановление. Также можно отменить это постановление. Говорят, ну вот не по теме, уж просто спросить хочется, говорят о некоторой войне следователей и прокуроров. Она на самом деле есть или нет? Нет, войны нет, войны нет. Но, конечно, конечно, следователь, чувствуя себя немножко неудобно, потому что есть надзорный орган. Контролирующий. Конечно, и не только следователь, а любому человеку не понравится, что кто-то есть над ним наверху. Причем следователи контролируют как свое руководство, закон тоже говорит об этом, так и вышестоящие, то есть прокурорское. Поэтому войны нет, следователи, они все исполняют. Тут нельзя сказать, что есть какая-то война. Возвращаясь к теме нашего эфира, тоже важная часть, вот эти же самые группы смерти, понятное дело, подростки, ну, скажем так, друг друга вовлекают в эти группы. То есть у человека друг там, он не просто так узнал об этом. У него, может быть, одноклассник какой-то, может быть, это популярно в их классе просто. В конце концов, занимаются там бальными танцами, каратэ, вот эти секции, в них тоже объединения определенные. Вот за то, что человек, один подросток рассказал другому о том, что такая группа есть, сказал, что я там выполняю такие-то задания. За это ему наказание какое-то будет? Нет? Нет. Просто он рассказал. Наказание всегда бывает за конкретные действия. Вот если унизил человека, унизил его достоинства, если жестоко обращаешься с человеком, то есть за конкретные действия, за мысли наказания не несут. Ну и, соответственно, тогда это снимает вопрос. Еще вот недавний случай, опять-таки, в Казани. Именно казанские активисты, скажем так, в мессенджерах некоторых стали распространять информацию о том, что появились жвачки с призывами вот таким действием. То есть там заберись куда повыше, там прыгни откуда-то. И после этого прекратили производство конкретной жвачки. Там в Питере, по-моему, завод был. Закрылся он. Ну и завод закрылся, производство закрылось. И на самом деле была проведена проверка и так далее. То есть, в принципе, в отношении производителя тоже ничего не будет, потому что не было, получается, состава как такового. Так ведь? Конкретных действий, да. Ну, всегда вообще делать выводы какие-то можно, когда мы уже конкретно разберем каждый факт. И всегда должен быть разобран этот факт. Если нет состава, должно быть вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Если есть состав, должно быть возбуждено уголовное дело. Вот просто так нельзя сказать, что вот тут нет состава, а тут есть состав. Все равно иногда материал проверки, процессуальной проверки, он проводится трое суток, десять суток, если возможно, там до месяца продлевается. Он иногда бывает такой толстый, хотя, потому что там материалов много, хотя в итоге дело не возбуждено. Но он очень толстый, материал проверки бывает. Спасибо большое за разъяснение. Хочется обратиться к родителям, сказать, чтобы они все-таки следили за своими детьми и учителям то же самое, чтобы не допускали, конечно же, никаких случаев суицидов и даже попыток их, разумеется. Спасибо большое. Удачи вам о вашей работе. Это была программа Актуальный разговор. С вами был Ренат Бакиров. До свидания.